Всем привет! С вами новый выпуск Collector's Edition, и начнем мы его, пожалуй, с долгожданной коллекционной версии Diablo 3. Мы очень-очень долго ждали Diablo 3, и очень-очень рады, что нам настолько быстро попала в руки коллекционная версия, благодаря Aira и его друзьям. Вот, и сейчас мы вам покажем, что же вот в этой вот белой большой коробке с названием Diablo 3. Так, торжественный момент. Мы открываем ее и смотрим, что у нас есть в нутрях. Первым делом, конечно же, достаем такую вот маленькую коробочку, и внутри там обнаруживаем... Оп! Сейчас мы обнаружим. Вот. В общем-то, голову, которую, честно, я почему-то думал, что она будет большая, как вот какой-нибудь там шлем Master Chief. Оказалось, что вот она маленькая, чтобы детей не пугать очень сильно. И если бы он был очень большой, то ночью можно было бы обкакаться, увидев такое. Но самое главное там внутри, конечно же, не вот этот вот маленький череп, а вот эта вот классная флешка под камень. На флешке находится Diablo 1 и Diablo 2. Да, лицензионная. И самое главное, камень можно вставить в череп, и он туда волшебным обзором, образом примагничивается. Становится еще страшнее. Вот, ну, клевая штука. Ну, для фанатов, конечно же, самая ценная вот у этой большой коробки будет вот эта вот большая книжка, которая называется The Art of Diablo. Diablo 3. Книжка просто обалденная. Она очень красивая. Наверное, один из самых шикарных артбуков, которые я видел. Ну, во-первых, у создателей Diablo им очень сильно повезло, и у них просто очень классный художник. И поэтому это все можно вот долго-долго разглядывать. Самое главное, что здесь все поделено по классам, и к каждому классу есть еще описание. И нам вот очень понравилась вот эта вот цитата, что монах — это из сортов Распутин Митц Вон Фэйхунг. Это очень забавно, очень-очень красиво, очень красочно. Полиграфия просто шикарнейшая. Все вот блестит, переливается, и можно рассматривать очень долго. Причем, понятное дело, что арт сначала у нас идет по персонажам, потом идет вот здесь вот по актам, потом там включая все, вплоть до самих просто трехмерных моделек из игры. То есть, ну, очень шикарная, очень красивая. Каждый фанат Diablo, наверное, должен вот хотя бы посмотреть разок на эту книжку. Конечно же, внутри есть еще диски, диски в самых обычных DVD-кейсах. Один — игра, ну, банально. Вторая — это Behind the Sins. То есть можно посмотреть, что же разработчики 10 лет-то там делали, и убедиться, что они делали игру. И самое последнее — это саундтрек. Классный саундтрек. И немножко макулатуры, ну, куда без нее. Здесь у нас, я вам, наверное, коды показывать не буду, но скажу, что здесь гест-пассы в World of Warcraft, гест-пассы в Diablo 3. То есть вы можете пригласить друга, если он очень хочет попробовать, как оно. Вы ему даете вот этот код, и он может зайти и прокачать персонажа до 13 уровня, и, в общем-то, оценить, как она играется. И, в общем-то, цифровые коды от той самой Diablo 1, Diablo 2, которая находится на USB-драйве, чтобы вы могли в Battle.net все это подключить к своему аккаунту. Так что вот такая вот коллекционка, очень классная. То есть для фанатов я, наверное, советую, даже если вам не понравилась Diablo 3, коллекционка вам должна все равно прийтись по вкусу, потому что она просто шикарная. Цена, единственное, у нее, конечно, очень большая. То есть даже в России можно купить за 8 тысяч рублей, и как бы кажется, что ой, как дорого, и, наверное, наши опять сверху накручивают. Но в итоге оказывается, что даже на Амазоне она продается за 250 долларов, и если вы ее будете заказать из Америки с доставкой в Россию, то обойдется она вам, ну, чуть-чуть меньше, чем эти 8 тысяч, и долго-долго вы будете ее ждать, пока она к вам приедет. Так что, если вы, правда, фанат и 10 лет ждали Diablo 3, то вот настоятельно рекомендуем вам вот такую вот офигительную коллекционную версию. Также у нас сегодня в гостях не самая новая, но очень классная коллекционка Killzone 3 Hellgast Edition, которая отличается, собственно, огромной вот такой красивой головой Hellgasta. А это бюстик, который можно поставить на стол, на полку, куда угодно. И исполнен он очень-очень хорошо. Больше всего, конечно, напоминает голову мастера Чифа из коллекционки 3-го хала, но вот с Hellgast. Все эти трубки, они абсолютно функциональны, можно продавить, можно дышать через них, если очень хочется, можно даже у него из носика вырвать шланг и смотреть, как он задыхается. Вот. Но самое прикольное в том, что он очень достоверно сделан. Несмотря на то, что голова и шлем пластмассовые, со стороны выглядят вот как настоящие вот эти вот железные заклепки. И все очень достоверно, в том числе и царапины на шлеме, как будто его кто-то долго рубил топором или грыз. Так или иначе, этот шлем является большой такой коробкой, внутри которой находится сама игра и артбук. Если вытащите их, можно увидеть, что внутри всего этого находится артбук и коллекционка самой игры. Давайте посмотрим саму игру для начала. Это издание в стилбуке, которое, в общем-то, продавалось отдельно и называлось обычным коллекционным изданием. Стоило примерно столько же, сколько и сама игра. Отличалась только упаковкой. Вот такой стилбук, клево бликующий с глазами. А внутри, как принято в этом году, сам диск и макулатурка. И, наконец, артбук. Формата он стандартного, ну, чтобы быть одного размера с коробкой. Но зато достаточно увесистый. Вот такой толстенький, с очень плотной обложкой. То есть приятно, что он не бумага какая-нибудь, как у дюк-нюком. В нем внутри, ну, как водится, в общем-то, поделенные наглавки. Сразу вспоминайте артбук из коллекционки Batman Arkham City. В общем-то, поделенные наглавки арты. Есть отдельно головы героев, есть отдельно герои и злодеи, скетчи. Текста как такового, который чтобы что-то проясняло бы относительно игры, здесь нет. И здесь надо отметить, использован специальный типографский прием еще. Вот здесь, если вам видно. На отдельных артах, ну, не пятой краской, а таким лаком, как бы, есть нарисованные всевозможные схемы. Где-то там хелгастом подсвечены глаза и так далее. Это все здорово бликует на свету и создает, ну, что-то вроде таких невидимых чернил эффекта. Практически вот на каждой странице есть такие схемки поверх собственной иллюстрации. Если вы любите артбуки, мне кажется, это очень хороший вариант. Из всех, в общем-то, артбуков, которые я видел, размером с обычный диск сыграть. И на сладкое, в этой коробке огромная, она размером, ну, с коробку с консолью, то есть где-то вот такая, поместилась еще одна штука. Это фигурка вот такого вот полно невидимого снайпера. Один из, ну, скажем так, примелькавшихся врагов в самой игре. Здесь он запечатлен в момент неполной невидимости, а только в нее переходит, пытается спрятаться. У него подвижные суставы, хотя этого так и не скажешь, поза как будто монолитная. Но суставы некоторые подвижные, например, двигаются руки в локтях, но не в плечах. И ноги двигаются только у таза. И к нему полностью невидимая, так сказать, винтовка вот такая, которую, если очень сильно постараться, можно запихнуть ему в руку. Здесь под указательный палец специальные выемки, но, если честно, у нас это не очень хорошо получилось. Держится она, ну, как всегда, в таких случаях на честном слове. Фигурка неплохая, неплохое дополнение, собственно, к голове. Но главное, как вы понимаете, здесь именно вот такая здоровенная штука. Издание, на удивление, было очень недорогим в районе, если не ошибаюсь, где-то 4000 рублей. Сейчас оно не стало какой-то винтажной редкостью, а наоборот, в общем-то, падает. Если вы хотите замечательную такую голову, то не так уж и сложно ее сейчас где-то найти и купить не то чтобы без особой переплаты, а и вовсе дешевле, чем она когда-то стоила. Вот так. Что ж, следующий наш сегодняшний участник — это коллекционная версия игры Street Fighter X Tekken. Я, честно, первый раз в руках держу эту коллекционку, поэтому я знаю, что там внутри должен быть аркадный кабинет, но я не знаю, как он туда вместился. Потому что, как вы видите, коробочка-то очень маленькая. Так что мне вот ее принесли. Я вижу, что там есть внутри диск, как это неудивительно, самый обычный Street Fighter X Tekken. Вот. Так что сейчас мы будем искать здесь аркадный кабинет. Сначала я нашел книжечку. Эксклюзивный комикс. Кстати, прикольный. Рю раздается вот тут с ноги. Ивол Рю. Ну, в общем, да. Маленький-маленький комикс. Но! Где же наш аркадный кабинет? Который, как вы видите, немножко не собран. Маленький, что немножко не собран, еще немножко не покрашен. Такая вот... А-а-а! Веселое возвращение в детство. Собери сам. И... Передача очумелой ручки. Сейчас мы будем пытаться собрать этот чудесный кабинет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, как вы видите, довольно времезатратный процесс, трудоемкий по сбору коробочки вот этой, венчался успехом. И самое главное, что коробочка реально прикольная. Но будь проклят тот китаец, который делал эти пазы. Ну, неважно. Когда вы ее собираете, самое главное, что разобрать обратно вы ее не сможете. Это точно, я вам обещаю. И вот единожды собранная, выглядит она прикольно. Что удивительно. Вроде как 4 куска пластика с наклеечками сверху, но при этом клевые, симпатичные, вот с тиками почти работающими. И с Чун Ли и Джулией, которые вот друг друга бьют ногами. Так что, если вам не жалко, если вы фанат стритфайтера или Текина, или стритфайтера кросс Текина, и вам не жалко, уже меньше 3000 рублей сейчас эта коллекционка стоит. Ее все еще можно купить. И мы, пожалуй, будем собирать бюджет на нашу передачу теперь вот в эту коробочку. Ну и под конец пара вещей, которые не совсем коллекционные издания, но относящиеся к играм. И, в общем-то, вот одну из них вы даже можете купить сейчас на Амазоне, меньше чем за 30 долларов. Относится она опять же к Диабло 3. И это книга Кейна, книга того самого Декарда Кейна, которую он пишет в начале Диабло 3. И что самое забавное, что это правда та самая книга. То есть она написана вот... Здесь много букв, букв на английском. И можно прочитать вот реально всю эту историю, которую он писал. Там, про Беляла, Терриэля, Архангелов всех этих. И все такое с классными артами, с пожелтевшими вот этими клевыми страницами. Причем они вот здесь вот сбоку, такие тоже порванные немножко, по старину все такие сделанные. И для фанатов штука просто обалденная. И что самое главное, что книжка эта вот очень классно напечатана в красивой обложке жесткой. И стоит она реально сейчас меньше, уже 30 долларов. Так что все фанаты, имейте в виду. Ну и напоследок, наша уже теперь, я думаю, традиционная. Это то, что относится к играм, но купить уже невозможно. Это всевозможные пресс-киты. И у меня сейчас в руках пресс-кит по такой игре, как Сирена. Причем самая первая Сирена на PlayStation 2. Только-только вот тогда игра выходила. И пришел вот такой вот конвертик из Японии для Киоя Суда. В общем-то, я себя им не считаю. Но так интересно, что там внутри. Ты смотришь, настоящий такой вот конверт почтовый японский. Так открываешь, а там внутри вот такая вот штуковинка. И ты считаешь, что, в общем-то, тебя, наверное, только что прокляли. И придется ее передарить кому-нибудь, чтобы проклятие сошло с тебя. Внутри у нас всякая макулатурка. Что самое забавное в этом пресс-ките, там нет игры внутри. Это вот один из немногих случаев, когда игра не прикладывалась. Этот пресс-кит был до игры. Там есть один диск с пресс-материалами. Такой вот классной коробочкой. И один диск, который называется, насколько я помню, Introduction to... А, вот это пресс-диск, точно. А второй диск называется... Да... Как-то тут все приклеилось жестко. Диск старый. Называется он DVD Introduction. Вынуть я его не смогу. Он проклят. И там самой игры-то толком и нет. Там именно представление, как должна была бы выглядеть тогда Сирена. Все такое. Ну, в общем-то, кто не помнит, это такой ужастик на PlayStation 2 с интересной технологией видеотекстур вместо лиц. Впоследствии, мне кажется, она развелась в Лейнуар. Ну, неважно. Вот еще у нас был такой вот плакатик внутри, где написаны страшные вещи всякие. И самое главное, так как у нас почтовый ящик... Сначала был почтовый конверт, и там внутри лежат посткарты. То есть открытки. Открытки симпатично-ужасные одновременно. И что самое классное, там на них уже есть послание. То есть это послание от того самого Киоя, который главный герой игры. Здесь вот он обращается вроде как к нам. Спрашивает, как у нас дела. Живы ли еще все. Вот. Поэтому, в общем-то, как видите, еще со времен PlayStation 2 и игр уровня сирены к пресс-китам всевозможным подходили с креативом. То есть вот реально интересные штуковины. Как бы хорошо оформленные. И не банальная какая-нибудь там коробка, в которой лежит что-то там. А именно стилизованы под то, что мы видели в игре. Поэтому очень жаль, еще раз повторимся, что вот такие вот вещи делают для прессы, как бы всячески их агитируют. Говорят хорошие про свою игру, а потом выходят коллекционные версии, которые там игра и в ней какая-нибудь лишняя бумажка. Ну и товарищи разработчики, побольше бы вот таких вот вещей в настоящей коллекционке. На сегодня все. Так что ждем вас в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...